Вот это размах! Наука – это сила! Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Компьютерные игры – это, конечно, интересно, ярко и захватывающе, но это не сравнится с настольными играми, где можно держать в руках карточки, передвигать фигурки и, главное, видеть соперника вживую. Именно так считают товарищественные настольщики в Пушкинской округе. И сегодня мы вас познакомим с увлеченными ребятами. Все началось с игротеки в Центральной библиотеке в Пушкино. Ее периодически проводят магазин настольных игр. Там ребята познакомились, подружились и однажды решили создать товарищество настольщиков. Это случилось в начале лета прошлого года. Постепенно к ним стал подтягиваться народ. Мы играем в сложные игры, где надо подумать в основном. Вот сейчас мы играем сквозь века. Это историческая игра, где надо развивать свою цивилизацию. Также мы играем в военные игры, которые моделируют какие-либо периоды истории военные, конфликты. Например, Вторую мировую войну, Первую мировую войну. Но бывают у нас и простые игры, конечно. Например, Манчкин и тому подобное. В основном играют каждую неделю по воскресеньям в библиотеке. Иногда собираются и в грудни, по вторникам или пятницам. Все зависит от того, сколько людей может прийти. Бывает, играют по несколько часов, процесс очень затягивает. Стараются пополнять свою коллекцию разными играми, пробовать что-то новое. Даже появилась интересная традиция. Когда мы играем в новые игры, когда кто-то что-то приносит, что мы еще не пробовали, или, может, кто-то что-то купил, или нашел у себя дома, обычно незамедлительно следует фраза «Насколько оценивать от одного до десяти?». И это можно назвать традицией, потому что всем всегда интересно, как другим игра. Потому что, как товарищество, мы все-таки стараемся играть в то, что нравится всем. Поиграть в настольные игры Станислав пришел вместе со всей семьей, решил и родных привлечь. Про товарищество узнал случайно. Приходил в библиотеку за книгой и увидел, как играют ребята. Заинтересовался и вступил в товарищество. Играть приходит уже второй раз. Очень классно, что есть в городе какие-то такие мероприятия, которые, во-первых, бесплатные. Во-вторых, не ограничены по возрасту и по полу, и по каким-то еще другим признакам, по любым. Ну и в-третьих, вообще круто, что парни довольно молодые, и вот сами организовали, сами договорились. Здесь и много игр разных, больше какие-то интеллектуальные, больше какие-то такие казуальные, интересные именно для более молодого возраста, да, вот как вот эта, допустим, да, она такая более фэнтезийная, скажем так. Поэтому вообще классно, нам нравится. Роман и Глеб хотят, чтобы в их товариществе настольщиков было больше участников. Ведь это не только возможность поиграть и интересно провести время, но и общение, и новые знакомства. Хотят объединить таких же, как они ребят, увлеченных настольными играми. После сюжета кто-то захочет к вам попасть, вот расскажите, что им нужно для этого сделать. Смотрите, у нас есть группа в социальной сети ВКонтакте, вы в поиске вбиваете товарищество настольщиков Пушкинской округи, там вы нас легко найдете, вступайте в группу, вступайте в наш чат, в котором мы общаемся, планируем, во что будем играть, и планируем, когда мы собираемся, и игры, собственно говоря, которые мы принесем. Присоединяйтесь. Евгения Коломиц, Владимир Парафенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.